Ну что, вот у нас получился наш синий цвет, о котором мы с вами говорили в предыдущей серии. Он очень хорошо гармонирует, как мне кажется. На мой вкус мне нравится с полями и с золотом. То есть вот они держатся вместе очень хорошо, вот как-то так гармонируют. У нас получается, что вот этот крещатый нимб, он является таким ярким пятном, потому что на нем еще будут красные камни, которые мы будем писать киновые. И это будет у нас такой яркий акцент. Но, смотрите, пока колер не высох, нам сложно судить, какой цвет получится в итоге. И, кроме того, первый слой тоже не всегда говорит о том, что это именно такой будет колер. Потому что нужно набрать несколько слоев и уже посмотреть. Ну и, конечно, камера искажает цвет. Вот на камере вот эти два цвета, они очень близки друг с другом. Не знаю, как у вас на мониторе. Но вот я сейчас смотрю через монитор телефона. И мне кажется, что на камере у меня вот эти два цвета очень близки друг к другу. А вот в жизни, когда я смотрю в живую на икону, поля, они немножко потеплее. Поля немножко потеплее. Золото получается более нейтрального оттенка. И похолоднее у нас уже получается вот этот крещатый нимб. Вот тоже на камере не видно. Через камеру не видно. Вот этот цвет у нас получился такой теплый. Но мы еще будем его писать. У нас такой фон, который потом преобразится. Мы сделаем полосочки на нем. И тоже он заиграет. Сейчас мы с вами будем говорить о санкире. Потому что нам тут осталось сделать с вами только роскошь личного. Вообще санкирь, он бывает разный. Если вы пройдете по разным мастерским, посмотрите, как они пишут, то вы поймете, что и санкирь, каждая мастерская делает по-своему. И даже если посмотреть, то можно по санкирю отличать, где, в общем-то, какая мастерская. Ну и в целом по колориту. Санкирь может быть более теплый или может быть более холодный. В зависимости от общего колорита, который мы формируем постепенно. То есть, если у нас есть золото, мы идем от золота. И если мы золото положили, начинаем с полей. Начало роскошь полей, потом фона. И постепенно-постепенно сужаем наш круг. Но идем всегда от полей. Как я делаю санкирь? У меня санкирь очень простой. Он делается всего лишь из двух цветов. Я беру за основу охру и беру за основу глуконит. Вот эти два цвета. Вот такие они. И уже смотрю. Если мне нужно более холодный санкирь положить, значит я беру больше глуконита. Если мне нужно более теплый санкирь сделать, я беру охру. Но я еще раз повторяю, в разных мастерских санкирь делают по-разному. Я знаю, что туда добавляют и киноварь, и охру красную. То есть, бывают трехсоставные из трех компонентов санкирь. Совершенно разные. Я делаю... На самом деле, в данный момент я пришла к этому санкирю. Но раньше я писала санкирем другим. Я писала трехсоставным санкирем из трех компонентов. И мне кажется, что по сравнению с тем, что я делаю сейчас, он был такой более тяжелый, что ли. Он получался, знаете, более корпусный. Все-таки более корпусная краска для личного не всегда хороша. Смотрите. Так как у меня здесь сделаны притинки, мне нужно в данной ситуации сделать санкирь очень легким и прозрачным. Мне хочется, чтобы эти притинки сквозили. Поэтому я густо не беру. Я буду писать вот так прозрачно. Сейчас мне хочется вот так. Но раньше, когда еще в студенческие годы, конечно, нас учили санкирь делать немножко по-другому. Вот смотрите. Там, где у меня золото граничит с левкасом, это вот эти вот места, сюда может плохо ложиться краска. Что же нам делать? Спросите вы. Мы можем взять зубчик чеснока, срезать, сделать срез, и там, где у вас краска плохо ложится, вы проходите этим зубчиком чеснока. Как бы соком чеснока протираете, и все. И краска начинает ложиться у вас очень и очень хорошо. Конечно, для роскоши у меня одного слоя маловато. Мне нужно повторить несколько слоев. Но пока у меня не высохнет первый слой, я не могу повторять последующий слой, потому что краска будет размываться. Мне нужно подождать, пока все высохнет. И вот эта яичная темпера, она схватится. Смотрите, я вам показываю вот эти баночки. Я их использую очень активно. Я их закрываю. И если мне еще нужен этот колер, я ставлю в холодильник, и можно написать несколько дней. Когда краска постоит в холодильнике, она становится более лисировочная, более прозрачная. Всем творческих успехов! Я буду ждать, пока у меня высохнет первый слой роскоши. И буду продолжать писать. Увидимся в следующих сериях с вами. Я приглашаю вас на очные занятия при храме Дмитрия Донского в Московской области. Переходите по ссылке под видео. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там также вы можете почитать интересные статьи и дополнительные материалы. Всего доброго! До свидания!